Офицерский корпус опоры безопасности государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии честования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. К офицерам всегда предъявляются высокие требования, а в современных условиях особое значение приобретают верность долгу, интеллект, профессиональные знания, сказал глава государства. В Беларуси с сегодняшнего дня запрещается продажа энергетиков несовершеннолетним. В этот список также входят алкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво, табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для них, системы для потребления табака, нетабачные никотиносодержащие изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие за исключением игрушек, эротическая продукция, а также та, которая содержит элементы насилия и жестокости. В стране продолжается вступительная кампания. Сегодня прошло централизованное тестирование по всемирной истории. Это последнее испытание в основном графике, после чего у тех, кто пропустил ЦТ по уважительной причине, есть возможность пройти тесты в резервные дни. Регистрация на них завершается завтра. В первой игре квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА солигорский шахтер минимально проиграл болгарскому лодогорцу. Единственный гол был забит на 92-й минуте. Ответная игра пройдет 13 июля на нейтральном поле в Сербии. Напомним, проигравший в этой паре продолжит свое выступление в другом турнире Лиги конференций. В Беларуси до конца недели ожидается жаркая погода. Как отметили синоптики, при повышенном фоне давления вероятность осадков небольшая. Лишь в субботу днем по западу Брестской области возможны кратковременные дожди. В среднем ночью будет до плюс 20 градусов. Днем местами воздух прогреется до 35 выше нуля.